Всем огромный привет! Меня зовут Марина и рада вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать свое заключительное видео по игрушкам из журнала Все о рукоделии. Это у нас журнал за ноябрь-декабрь 2011 года под номером 3. Вот так выглядит номер журнала. Если вам будет интересно, вы можете поискать его там или у себя в запасах, или может быть в интернете. И вышли тоже такие игрушки. А если же нет, можете обращаться за схемой смело. Эти схемы у меня есть, и я с радостью вами и поделюсь. Либо же оставлю вам ссылочку на свою страничку ВКонтакте, где вы сможете эти игрушки сами себе сохранить. Итак, когда-то я увидела в Инстаграм, по-моему, вот этого вот пингвина и вот этого. Конечно, превью такое, прошу прощения, уже за 3 года затрепавшееся. И у меня появилась идея вышить эти игрушки. Я себе сохранила фотографию с Инстаграм и с помощью там Пинтереста или же, не помню, или Пинтереста, или, по-моему, Гугл Фото я попыталась найти эту схему. И, конечно же, я ее нашла на галерее, там, где, в принципе, и все схемы по журналам я нахожу. У меня даже такая идея появилась – ставить, наверное, под этим видео ссылку на галерею.ру, где есть очень много журналов, собрано, и там можно себе эти схемы сохранять. Если вы умеете пользоваться галереей.ру, там просто, когда вы находите, например, какую-то фотографию, там справа есть такая синенькая кнопочка, написано «Оригинал», по-моему. Вот на нее нужно нажать, и там фотография выйдет в хорошем качестве, в большом размере, и вы просто нажимаете там правой кнопкой мыши, что там, копировать, потом в папку, куда вам ее нужно вставить, эту фотографию, сохраняете это все дело, и вот так. Нужно мне, наверное, когда-то будет взять телефон и показать вам, как этим пользоваться, потому что многие не понимают и говорят, что фотография в плохом качестве. Да, она изначально выходит в плохом качестве, но ее можно сделать хорошего качества. Но я оставлю ссылку, кто умеет этим делом пользоваться. В свое время я разобралась сама в этом, никто мне не подсказывал, просто методом тыка. Вот, если кто этим умеет пользоваться, вам это будет очень полезно. Итак, давайте приступим. Значит, эти игрушки я начинала вышивать в 2018 году, организовала себе их на вот такую вот планшетку, в вот такую вот папочку, и таскала их с собой, с дочкой к репетитору. Сначала я вышила две игрушки, или в 2019-м я, наверное, их начала. Да, в 2019-м я их начала, вышила две игрушки, и в 2020-м начала снеговика вот этого, и уже в 2021-м я вышила вот этого последнего пингвина. Итак, давайте начнем, с кого же я начинала? С пингвина, наверное. Потому что изначально я хотела вышить двух пингвинов. Они мне нравятся больше всего с этой серии. Вот такой вот пингвин, в котором я заменяла вот эту вот среднюю ниточку на китайскую, более яркую, которая, мне кажется, что с этой ниткой у этого пингвина фраг этот просто горит. Здесь нитки все по ключу, за исключением вот этой вот самой средней зеленой. И вот эта вот светло-голубая ниточка, это нитка ПНК. Она перевелась в 519-ю, но в 519-й, ну, она такая, не особо она хорошо так перевелась, но у меня другой не было. Вот такая игрушка, она оформлена сзади просто вот фетром. Я его, кстати, еще даже не проутюжила была, когда оформляла. И он с таким вот заломом получился. И оформляла, смотрю, с горячим клеем пистолетом. Краешки вот такие вот. Да, не сильно хорошо. Так. Ты смотри, не хочет фокусироваться, много игрушек. Не хочет показывать край. Ну, ладно. Не хочешь, ну и не... А, вот. Видите, не всегда хорошо пристает клей, но прошивать вот это вот все монониткой я не буду. Ну, никогда, наверное, не зарекайся. Но, во всяком случае, на данный момент в своей жизни я не вижу смысла прошивать это все ниткой. Я оформляю не таким толстым фетром. У меня он тонкий, но достаточно жесткий. Поэтому прошивать все ниточкой по краю монониткой я не буду. Мне не хочется этим заниматься. Так, это была первая игрушка, которая была вышита из этой серии. Дальше я приступила к Санте. Санта у нас... Муж его назвал Санта Франкенштейн, потому что он собран у меня из запчастей. У него есть вот здесь вот стык, по-моему, проходит через игрушку. Вот здесь вот руки. И вот здесь рука, они дошиты с кусочков. Это тоже игрушка была вышита в 2019 году. Он многим понравился. В принципе, эти игрушки очень многим нравятся. Я очень много схем отправила девочкам по этим игрушкам. Они, скажем так, востребованы. Вот. У меня на самом деле сегодня освещение не очень хорошее. Но в ближайшие дни и недели солнца нам не видать, поэтому приходится снимать так. Еще, девочки, хочу записать видео о всех моих игрушках только Dimensions, потому что у меня есть коллекция всех моих вышитых игрушек. Там можно посмотреть игрушки по журналам. А еще у меня появилась идея снять видео о всех моих игрушках только Dimensions. И вот я сижу теперь и думаю, что это можно просто снять, запортачить видео о солнце, выложить его, а солнце выйдет. Ну, короче, у меня так было, когда я снимала свою коллекцию елочных игрушек. Я сняла видео, выложила его на YouTube. А на следующий день было такое солнце, такая классная погода, что можно было снимать при естественном освещении. Итак, я отвлеклась. Значит, вот этот вот Санта, да, был он вышит на обрезках пластиковой конвы. Я такое умею и практикую. У меня здесь все крестики одинаковые. Я подрезаю очень сильно, вот, здесь видно стык, вот, видно. Очень сильно близко к дырочкам. И не видно, что где-то какая-то клетка шире. И вот здесь вот у меня проходит тоже стык, вот здесь вот. По-моему, смотрится все очень хорошо. Да, есть девочки, которые видят это и сразу пытаются тоже так сделать. Но у них, понятно, да, они не подрезают близко. Они расстраиваются, да, что они испортили работу. Вроде бы хотели повторить, но получается, что испортили работу. Но почему испортили? Если вы изначально видите, что у вас вот этот вот ряд получается шире, постарайтесь что-то изменить, постарайтесь подрезать, постарайтесь как можно ближе к дырочкам эту основу отрезать. Ну, как бы, вы видите, что получается некрасиво. Зачем вы продолжаете? Просто оставьте и перешайте на другом кусочке, если вы видите, что не получается. Есть же девочки, у которых все очень хорошо получается. Они как бы с первого раза все делают, и все у них хорошо. Вот Валя Сизая, она вообще стыковала перфорированную бумагу в Милхилл, когда вышивала. Плюс там еще и был краешек бисера, то есть один рядочек. То есть есть вероятность того, что оно вот просто будет вот так вот болтаться туда-сюда. Но человек не побоялся, сделал все. То есть главное делать аккуратно, главное постараться. Если вы видите, что не получается, зачем продолжать? Правильно? Ну, не нужно портить работу. Так, ну, насмотрелись на этого Санду, да? Наговорила тут уже. Так, дальше. Вот мой долгострой. Сейчас покажу вам. Вот этот снеговик был начат тоже в 2019 году. И весь 2020-й он у меня лежал. Так, что случилось с камерой? Почему она так высветляет? И вы меня вот убейте, я не помню. Я его вышивала вот этого снеговика в 2021-м. Я его продолжала. По-моему, да. В 2021-м году я летом эту игрушку закончила. Я еще показывала вам видео и рассказывала, что у меня здесь ниточка перевод в гамму был. 907-я, по-моему. Или 6-я. А нитка СХС отличается. Поэтому мне пришлось вот эти вот две полосочки вышивать просто светло-зеленой ниткой. Уже не используя вот эту темно-зеленую. Вот так выглядит. Смотрите, есть вот места, где была перетяжка красной нитки. Это очень сильно видно. Здесь смотрю как-то вообще у меня нитка какая-то одного цвета. Вот здесь вот какая-то другого цвета. Но это все из-за того, что игрушки так долго были в работе. Я уже не помню перевода этих ниточек, да? Какие там должны были быть. Поэтому получилось вот так. Этот снеговик самый мой нелюбимый. Он мне изначально не нравился. Но я серийный, скажем так, маньяк. Я люблю вышивать игрушки с сериями. Пускай это затягивается на года. Но я обязательно заканчиваю серию. У меня есть много игрушек начатых Dimensions. Просто по одной, по несколько. Но я обязательно буду эти серии продолжать. Так вот. Этот снеговик я вышивала его, будучи с дочкой у репетитора, все лето. Мне его хватало по часу, там, два раза в неделю я его вышивала. И потом уже, когда я более-менее закончила, я вот застопорилась вот в этой курточке. Я все никак не могла. Я там что-то намутила, накрутилась этими цветами. Не могла с ними разобраться. А потом в один день как-то села. Пошел он мне хорошо. Я его продолжила. И потом взяла его дома уже. Думаю, буду его дома вышивать. И вот дома я его хорошо продвинула по белым цветам. Потому что изначально наметила вот эти красные пуговики у репетитора. А вот белым пошла уже дома, шуровала тут все. И бэкстич я выполняла уже, по-моему, дома, будучи. Вот. Поэтому эта игрушка, она самая-самая, ну, она, по-моему, полтора года ждала, чтобы я ее закончила. Обратная сторона у нее оформлена тоже фетром. И, смотрите, фетр приклеен на клей момент кристалл. Смотрится все очень хорошо. Я использую вот такой тонкий фетр. Я не использую плотный, толстый, мягкий. Нет, тонкий, плотный фетр. И, кстати, забыла сказать, что у меня вот здесь вот просто такая металлизированная ниточка, скрученная из четырех ниток. И вот такой шнурочек получился. Вот. Мне очень-очень нравится, как оно все смотрится. И вот этот вот пингвин вышелся очень-очень быстро. Последний. Вообще, изначально из-за пингвина у меня и начиналась любовь к этим игрушкам. Вот. Я его начала, было тоже сразу же после снеговика. И тоже он у меня как-то залег, застрял. Я поняла, что так дело не пойдет. Нужно его продолжать, потому что эту серию все-таки хочется закончить и вычеркнуть в своем блокноте этот проект как полностью завершенный. И я его вычеркнула. Закончила этого пингвина. Я его взяла и дома в работу. Я на него, по-моему, три вечера ковыряла его там, потому что он такой. Здесь есть и белый бэкстич, и черный. Вот здесь вот на комбинезончике я тоже здесь была, допустила ошибку. Где-то вот здесь вот потерялась в черных и зеленых нитках. Что-то там накрутила. Знаете, как у тебя есть сейчас времени, ты пытаешься вот быстро-быстро это все начать там, наковырять что-то быстренько. У меня зачастую бывало так, что я вот у репетитора что-то навышиваю, потом прихожу на следующий раз и начинаю переделывать. Вот накрутила там, да. Уже не так что-то там наделала. Вот. Нитки в этих игрушках еще раз повторюсь, поключу. Единственное, что когда уже вот этого вот пингвина вышивала, вот здесь вот, где вот светлая ниточка, это нитка ПНК, еще раз повторюсь. Она у меня уже пропала, так скажем, где-то, ну использовала я ее. А то, что навесила на органайзере, то и что навесила на органайзере было мало. Поэтому я вот здесь вот такие вот пятнышки сделала в некоторых местах, хотя вот эти вот все куски должны были зашиваться вот этой светлой ниткой. И позашивала уже той вот этой вот. В схеме много ошибок. Есть значок, два значка, а под этими значками одна и та же нитка. Вот это вот касается вот здесь вот в комбинезоне. Здесь у меня уже была полная моя импровизация. Я там импровизировала уже как могла, для того, чтобы просто завершить эти игрушки. Но я хочу сказать, что у меня сейчас такая идея фикс появилась. Мне подарили, отдали много старых ПНК ниток. И вот у меня появилась такая идея, а не вышить ли мне какую-то серию игрушек теми нитками. Ну вот правда. Вот настолько мне хочется просто те нитки, как сказать, дать им вторую жизнь. Оживить их и сделать из них конфетку. Вот просто использовать их в игрушке, где эти нитки стираться не будут. Я не стираю свои игрушки. Никогда ни одну еще игрушку я свою пластиковую не стирала. Сколько бы она не была в работе у меня, никогда не стираю. Возможно, когда-то мне придется их постирать, но не сейчас. Не хочу я сейчас их стирать. Мне нравится, как лежат нитки, как лежат крестики. Так вот, по поводу тех ниток. Хочу вышить какие-то сюжеты на пластике. Возможно, даже и не на пластике, а на пин-кипы теми ниточками. Они такие тонюсенькие. Придется, наверное, в три нитки вышивать. Кстати, вот эта вот красная ниточка у меня. Я, кстати, взяла вот ту нитку и скрутила себе вот эту вот красную ниточку на ручку. Вот. Поэтому меня папа спрашивает, ты уже подобрала эти нитки, вышивала что-то ими? Говорю, да. Сделала себе красную нитку на руку. Он смеется. Говорит такой, ну да. Вместо того, чтобы что-то ими вышить, а ты нитки крутишь. Говорю, ну я же их пустила в дело. Ну да. Вот. На тараторила вам. Кстати, вот так тоже оформлена клеем момент кристалл игрушка. Вырезана по контуру. Кстати, у меня этот фетр закончился. Это был последний кусочек, который я использовала на эту игрушечку. Кстати, девочки, я стараюсь поменьше вам показывать свои руки, потому что я имела неосторожность заправить принтер и синий, синим, синим цветом. Ой, это видео получится такое. И у меня пришла идея в голову окрасить красками для принтера канву. Я это сделала. Поэтому у меня вся правая рука, у меня порвалась перчатка, у меня все ногти, вся кутикула в синей краске, оно не вымывается ничем. Позаходила везде под ногти, везде эта синяя краска, прорвалась просто перчатка. Получилась канва цвета неви, которую стирать нельзя, потому что как только ты краску, вот эту ткань подносишь к воде, краска смывается. Поэтому сделать такую интригу у меня будет проект на той синей окрашенной ткани, которую я не буду стирать. И это, наверное, будет вторая или третья работа, которую я после вышивки стирать не буду, потому что все вышивки на ткани я стираю. Ой, так вот. Вот эти вот пингвины когда-то меня в себя влюбили, когда-то я их у кого-то увидела, нашла и вышила. И пускай на это мне понадобилось там 2 или 3 года, это не важно. Главное, что они у меня есть. Поэтому я очень счастлива, что вот эта игрушка мне не нравилась. Я ее вышила. Вот эта игрушка мне нравилась. Я ее тоже вышила. Этот Санта пошел с этим снеговиком, просто пошли бонусом к этим пингвинам. Хотя на самом деле, если мы посмотрим превью, кусочек вот здесь у меня есть распечатанный, вот здесь вот есть еще какая-то игрушка на пластике, они круглые, и по ключу там видно, что там еще что-то должно быть. Но у меня в схеме, где-то у кого-то я скачала это, было только вот это. И я очень довольна, что вот эти вот пингвины, смотрите, какая у них разница, вот этот такой пухляш толстячок, а вот этот такой стройный подтянутый, я очень рада, что эти игрушки у меня есть в коллекции. И мне очень понравилась идея вот этих вот коробочек. Мне кажется, что со временем я бы хотела перейти на хранение игрушек серии вот в таких вот коробочках, когда можно вот это вот все сложить и вот так вот красивенько запечатать и складывать в коробку. Мне кажется, крутая такая идея хранения игрушек, и так они не травмируются, они не, ну скажем так, не заламываются. Ну, в общем, вы меня поняли, да? У меня сегодня такое сумбурное видео, еще и так темно. Поэтому вот такая вот коллекция совершенно чудесных игрушек по журналу у меня вышита. Еще раз повторяюсь, если нужна схема, обращайтесь, я вам помогу, и вы сможете сделать себе тоже такую красоту. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok